На днях люди пришли, чтобы навестить могилу Максима Тесака и обнаружили, что временное надгробие полностью сожжено. И есть основания полагать, что это целенаправленно какие-то моральные уроды пришли и подожгли вот эту вот фотографию, чтобы поглумиться над памятью человека. Но кто на такое способен? У меня на ум приходят только педофилы, либо какие-то этнические преступники. Но, скорее всего, если это целенаправленный поджог, то это могут быть антифашисты. Потому что за такими вещами замешаны именно они. Это уже не первый случай, когда они глумятся над могилами. Но, справедливости ради, хочу заметить, что здесь сгорела только сама фотография. И книга здесь лежала, книга Кастаньеды. И, возможно, кто-то поставил свечку, подул ветер. И от сгоревшейся книги сгорело надгробие. Потому что, если бы это были какие-то леваки, антифашисты, посмотрите, тут лежат всякие нашивки, вот, какие-то кулоны висят. Винки, очень много венков, люди несут шарфы, спартаковские шарфы. Также вот тут фотографии есть, какие-то послания от людей. Я думаю, если бы они сложили все это в кучу, то получилось бы гораздо мощнее. Но, в любом случае, я надеюсь, что компетентные органы хотя бы попытаются это все расследовать. Потому что все Кунцевское кладбище, оно вот в таких вот камерах видеонаблюдения. И найти виновников, если таковые имеются, не составляет от труда. Хотя, когда Максима нашли в камере Челябинского СИЗО, видеонаблюдение почему-то не работало. По версии следствия, в видеокамеру попала молния. Друзья, у меня к вам небольшая просьба. Если вы решите здесь как-то прибраться, либо возложить цветы, то я прошу вас недельку-другую ничего не делать. Потому что родители, скорее всего, будут писать заявление. И чтобы не скрыть следы преступления, лучше пока повременить. Всем большое спасибо.